Сингл «First Day» Плей Сиба – рок-бэнд, сформированный в 1994 году двумя музыкантами – Брайаном Молко и Стефаном Олддолом. За 20-летнюю деятельность успели ребята поработать с музыкальными мастодонтами, среди них Дэвид Боуи и Бона из YouTube. Записали саундтрек к фильму «Жестокие игры», где главные роли исполнили Райан Филипп и Сара Мишель Геллер. Нет, это не куча мусора, а проявление фанатской любви. За два часа до начала концерта фанаты собрались здесь, около арены «Север», чтобы поделиться со всеми зрителями тем, что они делали буквально за ночь до концерта. Полторы тысячи плакатов, полторы тысячи перчаток, полторы тысячи ромашек – все для флешмоба, который они устроили перед своим кумиром. Что значит, с точки зрения фанатов, вот этот прекрасный символ? Ну вообще, ромашки, это очень связано с Брайаном, они помогают ему от головной боли, он в интервью говорил. Поэтому вот мы махали ромашками, сейчас на голове. Ну как вообще вам концерт, что вы испытываете, я не знаю. Супер, словами не передать. О чем вообще творчество группы тут плейстила? Любовь, мир, любовь в основном. Ну для каждого свое, каждый свое находит в этих текстах. Вы выдержали прямо вот это вот все? Так мне это нравится, как понять выдержать. Пишет? Мне нравится, завтра беру диз, слушаю. Михаил Алексеевич? Я, конечно, сторонник классического рока, да, Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd и прочее, прочее, прочее. Ну ребята молодцы, играют здорово, конечно. Ну вы скоро? Техника, вообще здорово, здорово, молодцы. Отработали все, отжались, как в школе учили. Вы сколько лет вообще являетесь фанатом этой группы? Сейчас скажу, сколько. 36 лет. Я 36 лет фанат рок-музыки. А я прямо сегодня с комитетов, с интервью и сюда. Вам сколько лет было, когда вы начали слушать эту группу? Не знаю, лет 18, наверное. Ну вы ждали концертов в Красноярске или были уже в каких-то других городах на Блэйси? Мы вообще с Рыкутска приехали специально. Узнали то, что будет концерт, вырвались, скатались. Решили в последний момент, все, едем точно. Приехали к Рум-курум. 32-30. Нет, в пределах 10 на двоих уложились. Ну, что вообще для вас творчество группы Плэйси-Ба? Это какая-то песня без начала, без конца? Либо что-то вот такое, связанное с первым романтическим чувством? Или то, что выбрали себе женщину в розовом? Бывает. Спасибо, это шоу. Не, ну это, не знаю. Сейчас возраст уже не тот, чтобы такое слушать, а это воспоминания молодости. Если вы его не узнали, то это вот человек из новостей. Господин Ловицкий тоже побывал на концерте группы Плэйси-Ба. Расскажи же, дружочек, с каких пор ты вообще начал слушать эту группу? Дружочек? Ну, наверное, так лет уже шесть примерно. Мне кажется, они здесь решили сыграть все свои грустные песни. Очень чувственный мужчина, очень приятный. Очень чувственные песни. Вот. Я никогда бы не подумала, что они доедут до Красноярска. И каких-то пару лет назад я поймала себя на мысли, что не, ну в этой жизни-то я попаду на концерт в Плэйси-Бау он взял и приехал сюда сам. Представляете? Приведите пример хоть одна песня о чем. О чем? Ну да, вот чтобы, ну допустим, я грубо говорю там, Иосиф Кобзон, родина моя, ты услышь меня, патриотизм. Да, а вот песня Плэйси... Мне кажется, у них все. О любви, смерти и сексе. Что бы у него спросили? Не знаю, не знаю. У меня просто слов не было. Я просто застыла бы и смотрела на него. С восьмого класса, пять лет. Что вам нравится в этом творчестве? Как-то он привлекает депрессивность или, наоборот, он очень веселый? Ну раньше, да, я была подростком, плакливым, там супельки пускал. А сейчас просто у него классный голос, офигенный голос. И все. Ну и музыка. Ну, необычная. Как оцените концерт по десятибалльной шкале? Звук был хороший, чистый, слова были понятные и понятные, но было тиховато. Я как бы даже себя слышала, когда пела. То есть вам тихо, да? Мне было тихо, да, то есть я бы громче хотела. Бэйли, did you forget to take your mask? Бэйли, did you forget to take your mask?